В течение последней недели в связи с похолоданием мы наблюдаем поступление пациентов в безопределённое место жительства, с обморожениями, то есть увеличение количества пациентов, которые поступают в стационар. До 14-го числа было закрыто на дезинфекцию, помывку, такое же аналогичное отделение в 11-й больнице. Поэтому все пациенты из города шли в еврейскую больницу, в ГКБ номер 1. И естественно получилось, что там скопилось, скажем, большое количество больных. Часть больных уже были переведены на недели с 14-го по 20-е, были переведены в 11-ю больницу. И вчера ещё часть больных были переведены. И для того, чтобы отделение смогло войти в свой обычный штатный режим, мы прекратили госпитализацию. Туда сняли госпитализацию пациентов с этого отделения на двое суток. Ну и мы будем видеть, вот на сегодняшний день, там уже на 40 коеках 39 больных. Мы посмотрим, как будет идти выписка пациентов. И тогда уже будем решать дальнейшую ургентацию больных в эти отделения. Пациенты по поводу пациентов вы говорите на полу. Дело в том, что необходимо отметить, что те пациенты, о которых вы говорите, это лица без определенного места жительства, основное количество которых злоупотребляют алкоголем, что накладывает, в общем-то, отпечаток на психику. И очень часто бывают такие неадекватные поведенческие реакции, в частности, вот нахождение пациента на полу. Ну вот на сегодняшний день отделение, палата, скажем, находится в... Палата заполнена, конечно, но пациенты все находятся на койке и получают свое лечение. Но для того, чтобы отделение вошло в свой, скажем так, штатный режим, мы все-таки сняли на два дня ургентацию, то есть поступление больных в эту больницу, в первую больницу. Все пациенты будут идти в 11-ю больницу, поскольку там вот только что неделю, как открылось отделение, есть возможность, есть свободные места, есть возможность разместить. Я вчера лично была и в первой, и в 11-й больнице. Вот то, что я говорю, соответствует действительности. Те пациенты, которые поступают на лечение в ГКБ номер один, именно для лечения, проходят санобработку, моются, и от этой работы наши санитарки и младшие медсестры не отказываются. Они моются, обрабатываются и поступают в отделение, в соответствующее отделение по профилю для лечения. Пациенты, которые просто ходят по городу и не подлежат лечению, не подлежат госпитализации, конечно, больница не в состоянии их обработать, принять, помыть, и это не функция больницы. Речь идет о тех бездомных, которых привозят волонтеры для того, чтобы просто помыть и обработать, и переместить их в центр социальной помощи для бездомных лиц. Они не нуждаются в лечении. Те, которые нуждаются в лечении, в любом гнойно-септическом, хирургическом, терапевтическом лечении, они поступают в наши стационары, проходят санитарную обработку, их моют, обрабатывают, проводят дезинфекцию, то есть борьбу с... ...дезинфекциями, да. И они поступают в отделение, им не отказывают, они полностью проходят обработку. Продолжение следует... Продолжение следует...